В 28-й раз ТПРФ и Союз журналистов России подводят итоги профессионального конкурса деловой журналистики «Экономическое возрождение России». День деловой прессы провела ТПРФ в Международном информационном агентстве «Россия.Сегодня». Он начался с 13-го Всероссийского форума деловых СМИ. Работа форума проходила в формате посекционного обсуждения проблем современной деловой журналистики. Причем наряду с творческими вопросами шло оживленное обсуждение и экономического положения отрасли. Значение этого аспекта деятельности средств массовой информации в период пандемии и широкомасштабных санкционных ограничений заметно возросло. Модератор секции «Законодательные изменения и обрегулирования медиаотрасли» председатель комитета ТПРФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникации Игорь Потоцкий отметил, что сейчас отечественная журналистика переживает, пожалуй, самые серьезные изменения в истории Новой России. И зачастую законодательство просто не поспевает за этими преобразованиями. Медиа переживают очень глубокую трансформацию, главным образом связанную с изменением технологий, с режимом потребления. Это просто какой-то другой мир, в котором нужно говорить уже не об экстренных мерах поддержки, которые, безусловно, важны, а о каких-то принципиальных условиях существования российских медиа. Прежде всего, в законодательном отношении, потому что та новая реальность, которая возникает, она не очень вписывается в существующие, ограничивающие сильно рамки, в том числе и законодательные, административные нормы. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев убежден, что в настоящее время средствам массовой информации остро необходима помощь государству. И профессиональные объединения журналистов вместе с Торгово-промышленной палатой России ведут совместную работу в этом направлении. То, что сейчас происходит с нашей экономикой и с нашей отраслью, вы видите сами, вы это чувствуете. И для тех, кто выпускает печатные издания, понятно, сколько сейчас стоит бумага. Вы помните, что пачка бумаги стоила 180 рублей, обычная А4, сейчас она доходит до 2000. И краски, и всё остальное, это импортные материалы. Для телевидения это камеры, запасные части, программное обеспечение, как и для интернет-СМИ. И поэтому мы продолжаем заниматься, чем нам и положено заниматься, это защита отрасли. Мы собрали огромный пакет предложений, потому что стоит, что нужно сделать. В самое ближайшее время мы, как и в прошлый раз, вместе с Сергеем Килачевым и Катерином подпишем этот набор документов и отправим их и в правительство, и в Совет Федерации, и в Министерство цифрового развития, где тему поддержки отечественных средств массовой информации развил в своём выступлении директор Центра по связям со СМИ ТПП РФ Александр Шкиранда. Мы недавно провели заседание нашего комитета и выработали, о чём сказал Владимир Николаевич, предложение. Это три блока предложения, предложение, которое поступит в правительство непосредственно высшему руководству, а также Минцифру и дополнительно, кроме Совет Федерации, ещё в Госдуму. Я не буду сейчас раскрывать всё то, что представлено, они будут известны в ближайшее время, надеюсь. Но факт тот, что то, что мы в период пандемии предлагали, многие из них были поддержаны. Для нас самое главное, что была оказана помощь оригинальным СМИ, потому что всегда как-то всё, что подальше от Москвы, как-то забывалось. Поэтому мы считаем, что достигнутые определённые результаты, они недостаточны, естественно. Поэтому вот этот вариант, который предложен сейчас, я думаю, что он будет более эффективен. Ну и, конечно, я благодарен нашему председателю комитета по медиакоммуникации, который выступает, как видите, в роли не просто ведущего, а в роли пробивающего многие эти положения. И благодаря, конечно, активной позиции СССР журналистов, с которым у нас теснейший контакт, как никогда. Обострение финансово-хозяйственных проблем характерно сейчас фактически для всех направлений журналистики. Но особенно непросто идут дела у печатных СМИ. Пути их выхода из кризисной ситуации обсудили участники секции «Меры поддержки печатных СМИ в новых условиях», которую провела главный редактор газеты «Экономика и жизнь» Татьяна Иванова. Тон дискуссии «Старые и новые профессионалы цифровой медиасреды», «Конкуренция», «Сосуществование», «Кооперация» задала ее модератор, декан факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Елена Бортанова. На этой секции шла речь о влиянии медиаплатформ на контент, о новых методах работы, обусловленных новыми методами доставки информации, о противодействии фейкам и соотношению рационального и эмоционального фактора потребления медиапродукта. В определенной степени с этой дискуссией перекликался и разговор, который шел на секции «Инструменты внутренней и внешней коммуникации в условиях новой информационной реальности». Ее провели партнеры форума – издательская коммуникационная группа «Бизнес-диалог-медиа» и «Рашн Бизнес Гайд». Модераторами дискуссии уже по традиции стали главный редактор RBG Мария Суворовская и председатель редакционной коллегии издания Вадим Винокуров. А затем, подробно и заинтересованно обсудив самые актуальные вопросы работы средств массовой информации, участники Дня деловой прессы перешли от аналитики к праздничной части своей встречи, к церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России». Ее открыл президент Федеральной торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Он особо подчеркнул роль, которую играет деловая журналистика в защите и продвижении интересов бизнеса. Мы все считали и считаем, я полагаю, будем считать дальше, что без журналистов ни одно объединение предпринимателей, никакое предпринимательское сообщество отстоять и продвинуть свои интересы никогда не сможет. Только с помощью журналистов мы можем продвигать наши идеи, убеждать депутатов Госдумы, убеждать население, убеждать тех, кто руководит процессами на региональном, муниципальном, федеральном уровне, работать через них, и я должен сказать, что многие из вещей, которые нам удалось продвинуть, мы продвинули с помощью средств массовой информации. Так было с первым законом о малом бизнесе, с которым мы бились даже не один год, но при активной поддержке, постоянном внимании со стороны средств массовой информации мы убедили и депутатские корпусы, и те, кто работал в министерствах и ведомствах. Я могу много примеров приводить по тем законодательным актам под законом, которые мы продвигали вместе с вами, вместе с журналистами. Мы очень благодарны этому конкурсу еще и потому, что, конечно, он охватывает все регионы Российской Федерации. Сегодня в этом конкурсе участвовало в этом году 78 торгово-промышленных палат. Это 360 почти, 359, если точно, по-моему, работ, которые были присланы сюда. Это отклик от журналистов, отклик от тех, кто работает на муниципальном уровне, в газетах муниципальных, в средствах массовой информации, те, кто говорит, те, кто показывает, в электронных. Представлены практически по всем направлениям наши журналисты. И мы благодарны всем им за то, что они участвуют в этой работе, за то, что они участвуют в этом конкурсе, откликаются на наше приглашение поучаствовать в конкурсе. И, конечно, сегодня мы будем заслуженных победителей чествовать сегодня здесь, на этой сцене. Конечно, церемония награждения победителей конкурса – это праздник. Но вместе с тем это праздник профессиональный. Поэтому даже в торжественные минуты продолжался разговор о роли и мести журналистов, работающих в экономической сфере, о необходимости их поддержки. Об этом, в частности, сказал, обращаясь к участникам церемонии, генеральный директор Международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Важнейшая тема – импортозамещение, и всем будет интересно об этом читать, читать о том и смотреть на то, как и что мы можем сделать сами. А мы можем очень многое. И это будут вдохновляющие материалы. И нужно помогать тем людям, которые будут заниматься именно этой темой, созданием новых продуктов внутри России. Но, разумеется, при всей важности разговоров на глобальной теме, главная задача этого конкурса – поддержать деловую журналистику регионов, показать, как работают люди, которые пишут экономическую историю современности. Об этой работе рассказала одна из победительниц конкурса, заместитель редактора по радио Екатеринбургского филиала издательского дома «Комсомольская правда» Людмила Баракина. Сейчас я редактор и программный директор радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге. И, вы знаете, я смотрела вот эти все ролики, я смотрела на моих коллег, которые выступали до меня, которым вручали вот такие и другие замечательные призы. И, вы знаете, вот эти талантливые люди, невероятные талантливые люди, наверное, говорят о том, что журналистика действительно у нас не умерла, журналистика у нас существует. И мы пишем, как я сказала, и говорим, и снимаем не только про желтые какие-то темы, но и в том числе и про экономические, потому что благодаря героям наших программ, наших публикаций, люди узнают, что происходит. Вы знаете, я ведь не только журналист, когда-то я пять лет была исполнительным директором Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области. Это такая самая большая крупная бизнес-организация нашего Среднего Урала. Она была создана еще до того, как появилась и Деловая Россия, и Опора Россия. И вот могу сказать, что мне это очень помогает, потому что я изнутри знаю, чем занимаются предприниматели. А что касается Уральской торгово-промышленной палаты, то, безусловно, мы с ней работаем и сотрудничаем. И моя программа на радио «Комсомольская правда», которая существует с июня 2016 года, программа о бизнесе «Важные птицы». Это программа не о звездах шоу-бизнеса. Это программа о тех, кто шьет платье, печет хлеб. Это программа о тех, кто даже в самых маленьких деревнях занимается делом. И я уверена, что мои коллеги, которые сидят в этом зале и которые находятся там за кадром, потому что СМИ, которые вот здесь присутствовали, это же огромные-огромные коллективы, которые делают вот это самое дело. Так вот, я хочу сказать, что мы с вами вообще молодцы, потому что благодаря журналистам наши читатели, слушатели и зрители узнают о том, что у нас есть бизнес, предприниматели, которые, несмотря и вопреки разным проблемам, живут и занимаются вот этим самым возрождением России. Спасибо вам большое. Надо сказать, что взгляд журналистов на свою роль в развитии экономики во многом синхронизирован с мнением представителей бизнеса. Вот как оценивает ее первый заместитель генерального директора публичного акционерного общества ФОСАГРА Сиротш Лоиков. В сегодняшней ситуации и вообще в целом всегда деловое сообщество от журналистики, от пишущих про экономику, про деловой, про бизнес всегда было объективное и, я бы сказал, профессиональный взгляд из мест, из районов, регионов, потому что, особенно для таких больших компаний, как наши, когда принимаются глобальные решения, нам очень важно, чтобы у нас были локальные или информация достоверная из мест и анализ, который непосредственно и объективно делается профессиональными журналистами. Я бы сказал, что всегда требования остаются профессиональные, объективное мнение из локации, где работают непосредственно журналисты. Банк Международный финансовый клуб – не просто давний партнер конкурса. Заместитель председателя его правления Анатолий Хвостиков много лет работает в жюри этого творческого состязания. И он тоже считает, что несмотря на особые условия, в которых подводятся итоги 28-го конкурса, его участники проявили настоящее мастерство и профессионализм. Очень тонкая грань между настроениями финансово-кредитной системы, как вы сказали, и настроениями простых людей. Потому что вкладчики, малые компании, мы в торгово-промышленной палате много говорим о семейном бизнесе. Я уже не говорю о крупных каких-то корпоративных структурах. Все сейчас думают, как перестроиться и сохранить бизнес, скажем так. Это одна из ключевых. Поэтому здесь вот деловая как раз журналистика. И вот на последнем заседании конкурсной комиссии эта тема как раз тоже была предметом обсуждения и дискуссии. Деловая журналистика. И за эти годы выросшие профессионалы, вот мы видели сегодня, с трибуны выступали, какие ролики. Это все говорит о том, что это не то, что это только птенец, вылупившийся из яйца. Это уже есть очень суперпрофессиональные участники этого процесса и журналисты, которые могут правильно подать материал. 28-й Всероссийский конкурс журналистов экономической возрождения России завершился. Его награды нашли своих героев. Наш видеоканал присоединяется к поздравлениям, которые прозвучали в их адрес, и желает всем участникам новых творческих успехов. Субтитры создавал DimaTorzok